Великолепный, спокойный и необычайно красивый остров Шри-Ланка поразит своего посетителя разносторонностью и богатством исторических достопримечательностей. Ни один человек, посетивший Шри-Ланку, не сможет навсегда попрощаться с этим островом. В Шри-Ланку хочется возвращаться снова и снова. Если отдыхающий хочет получить массу позитивных эмоций, отведать настоящего чая и полежать на мягком шри-ланкийском песке, наблюдая за тем, как высокие пальмы острова переговариваются с буйным морем, лучшего места просто не найти. Шри-Ланка расположена в Южной Азии неподалеку от юго-восточного берега Индии. Этот чудесный солнечный остров готов исполнить любые запросы путешественника. Каждый найдет занятие по душе, отдохнуть на теплом берегу, который время от времени окутывает прохладная игривая волна, прогуляться по известным местам острова, рассмотреть вблизи исторические памятники и старинные храмы. Даже людям, что увлекаются фотографией, здесь удастся найти отдушину в бескрайних, покрытых зеленью, горах и холмах, полях, усаженных разноцветными растениями и вкуснейшим чаем. Водопады в Шри-Ланке славятся особым словом, говорят, что, смотря на спад воды на этом острове и вдыхая аромат цейлонового цветения, дыхательные пути очищаются, а разум освобождается от негативных мыслей. Рекомендуется вместе с туром на остров бронировать выбранную экскурсионную программу, дабы потом не думать о том, куда пойти развлечься. Кроме того, фирма, на которой будет заказан тур на остров, уже не впервые сотрудничает с гидами и различными водителями Шри-Ланки, поэтому можно не беспокоиться о том, что не получится найти общего языка с людьми, так как обычно клиентам подбирают русскоговорящие сопровождения. Шри-Ланка на карте предоставляет Шри-Ланка отдых для любого состава групп туристов. Самостоятельно. Даже такое путешествие принесет массу удовольствий. Остров не даст туристу пребывать в одиночестве, всегда найдутся приветливые и дружелюбные люди, с которыми можно пообщаться на различные темы. Отдохнуть на острове можно, например, в Негомба, ноябрь-март. На этом курорте безумно интересно даже просто походить по тропам наряду с нетронутой природой, узнать много полезной информации о буддизме или покорить гору World Descent, которая является краем земли. Важно, пляжный сезон на острове Шри-Ланка не прекращается никогда, одно побережье сменяет другое, декабрь, январь, февраль на северо-востоке лето, а с июня по август зима на юго-западе. Вдвоем, для семейных пар или влюбленных молодых людей в Шри-Ланке подходят практически все курорты. Куда ни глянь везде есть и красота и уютные места. Как вариант, подходящим курортом будет Ахунгала, октябрь-апрель. Это не просто остров для отдыха, а целая сказка, состоящая из тропических незабываемых пейзажей. Не оставит равнодушным отдыхающего на Шри-Ланке и прозрачная вода зеленоватого оттенка, песчаный золотой пляж, останки кораблей, что потерпели крушение и огромное количество разноцветных рыбок, окрас которых поражает. Для пары курортом предусмотрена уникальная ароматерапия, которая отлично снимает усталость и очищает организм. Для активных отдыхающих предусмотрены рафтинг, триккинг, экологические прогулки по джунглям, серфинг и многое другое. С компанией. Если на остров Шри-Ланка ехать большой и дружной компанией, то есть вероятность, что Шри-Ланка так просто всех не отпустит. Она покажет все прелести своих курортов и удивит количеством предоставляемых развлечений. С друзьями можно посетить город Матора, который является одним из самых современных на южном побережье Шри-Ланки. Украшают район высокие многоэтажки, множество стильных офисов и госучреждений, также для молодежи в городе масса торговых центров, интернет-кафе, отелей. Транспортная магистраль соединена с множеством иных островных городов. Кроме этого, можно поехать на любой курорт, где заняться парасейлингом, виндсерфингом, скалолазанием, дайвингом и отведать множество других развлечений. С детьми. Путешествие на остров с ребенком еще не означает, что нужно сидеть лишь на детских площадках и проводить время только на пляже. Любой ребенок будет в восторге от курорта Хикадува, потому что краски коралловых рифов и кристально чистая вода не сможет оставить без внимания никого. Кроме того, на курорте продается огромное количество различных ярких украшений и масок, а немного дальше от храма Буди есть особенное озеро, вблизи которого живет много разноцветных птиц. Для взрослых и деток курортом предусмотрен дайвинг, в процессе которого можно полюбоваться необычными кораллами, рядом будут проплывать барракуды, скаты и бесконечное число цветных рыбок. Подробная информация о правилах отдыха. Советы бывалых туристов. Самым важным правилом отдыха на Шри-Ланке является заблаговременный выбор сезона, в который турист собрался посещать остров. Конечно, здесь дожди идут немного не так, как представляет себе обычный россиянин, а всего по 15 минут, но именно в такой сезон море становится беспокойным и поднимается сильный ветер. Поэтому сентябрь-апрель будут лучшими месяцами для поездки на остров Шри-Ланка. Если человек уже решил отправиться на Шри-Ланку, то нужно быть готовым к тому, что при посещении национальных парков острова и заповедников нужно беречь себя от укусов комаров и каких-либо иных насекомых. Рекомендуется пользоваться репеллентами. В том случае, если появилось желание съездить в ночное время в джунгли острова или даже заночевать там, то обязательно нужно выпить хороший антималярийный препарат. Что касается транспорта в Шри-Ланке, то на 2018 год здесь с этим проблем нет, автобусы и поезда – главный общественный транспорт. Помимо них, по городу люди передвигаются на трехколесных мини-такси, которые называются «Тук-Тук». Валютой на острове выступает шри-ланкийская рупия. В отношении одного доллара это 130 рупий звездочка. Курс хороший, поэтому можно смело менять деньги в районных банках Шри-Ланки. Внимание! Если турист пользуется кредитной картой, то неплохо бы взять ее с собой, так как на Шри-Ланке картами пользуются повсеместно. Про местных жителей острова нельзя сказать ничего плохого, ланкийцы очень добрые и приветливые. От них не исходит никакой навязчивости и посторонних мыслей. К туристам имеют отношение максимально искреннее и уважительное. Интересным фактом является то, что ланкийцы отмечают каждое полнолуние, в связи с этим могут не работать некоторые заведения. Шри-Ланка. Экскурсии. Прежде чем отправиться отдыхать на остров Шри-Ланка как дикарь, нужно продумать все шаги наперед. Приобретать билеты лучше за пару месяцев и брать их стоит сразу в обе стороны, в таком случае будет предоставлена скидка примерно в 50 тысяч рублей, а это довольно хорошая сумма. Дополнительная информация. Чтобы цена была еще меньше, брать билет нужно с минимальным набором услуг, к примеру, отказаться от места для багажа. В билете иногда предусматривается 20 килограмм на человека бесплатно, этого будет вполне достаточно. Обязательно в дороге должна быть еда, которую лучше взять из дома, дабы не тратить лишние средства на питание на борту, а также отказаться от предварительной брони и страховки на перелет. Отдых на Шри-Ланке дикарем может ничем не отличаться от стандартного времяпровождения, разве что немного ограниченным бюджетом. Но ведь никто не запретит отдыхать на тех же пляжах, что и люди с люксовыми номерами в отелях, дышать свежим цейлонским воздухом и лубоваться прекрасными картинами, написанными шри-ландской природой. Вряд ли можно найти во всем мире такой спокойный, уравновешенный, солнечный и искренний остров, как Шри-Ланка. Посетив его курорт, можно по-настоящему понять, что значит для человека природа, насколько важно быть с ней в контакте, каким теплым и бесконечно прекрасным может быть море. Шри-Ланка поражает своей культурой, экскурсиями и возможностями как групповых, так одиночных путешествий на любой вкус и бюджет. Звездочка цены актуальны на сентябрь 2018 года.